И давайте немножко помолимся. Господь, благослови это слово. Я верю, что это Ты дал. Спасибо Тебе, Господи, что Ты Духом Святым Сам. Всё совершаешь для того, чтобы был прославлен Иисус Христос на этом месте и в жизни каждого из нас, и в этой церкви во имя Иисуса. Пускай каждое сердце будет способно принимать от Тебя истину и изменяться в славу Твою, чтобы когда Ты придёшь, чтобы нам не быть посмеянными, осуждёнными, чтобы мы были спасены, чтобы мы были благословлены, и чтобы на нас действительно видна была Твоя слава. Во имя Иисуса. Аминь. Я назвала так проповедь. Сначала вот испытанная наша вера, испытание наших сердец. Но я-то остановилась на испытании наших сердец. Потому что в сердце вера, правда? Если испытывается сердце человека, то, естественно, что испытывается его вера. Есть ли она вообще там в этом сердце? И я назвала «Испытание наших сердец». За основу беру 1 Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота, к похвале и чести в явлении Иисуса Христа». Вы знаете, мы все, наверное, у нас, ну, у женщин в основном есть драгоценности золотые. Да? Есть? Я думаю, что есть. Ну, хоть что-нибудь есть. Какое-то колечко или что там. И мы видим, когда мы его покупаем, приобретаем, что оно не стоит 5 копеек, правда? Оно и определённую цену имеет. И если нам кому-то захочется купить какую-то драгоценность, нам, конечно, нужно копить. Ну, если у кого-то хорошая зарплата, вы можете получить зарплату сразу же пойти и купить себе. Но я говорю о том, о тех драгоценностях, которые дорого стоят. Хорошее чистое золото, основательное там ожерелье, да, или там с бриллиантом кольцо, оно стоит много. И мы не купим его за зарплату. Нам надо в чём-то себя ущемлять, от чего-то отказаться для того, чтобы эти деньги собрать и потом купить. И когда мы его приобретаем, ой, Боже, мы так чувствуем себя на высоте. У нас есть эта драгоценность, правда? Мы люди, мы больше приземлённые такие. Но если мы… Вот мы шли в церковь с сестрой и как-то так общались, я говорю, что немного из нас, наверное, ещё мы получили такое откровение твёрдое, что мы должны действительно стремиться в небеса. В небеса. И ценить те драгоценности, что драгоценны в глазах Бога. И если каждый покаялся, и Бог дал каждому меру веры, то это одна из самых главных драгоценностей, которую мы должны хранить. И эта драгоценность, она будет переплавляться, шлифоваться. Вы, наверное, знаете, чем больше золото переплавляется, тем чище оно становится. И поэтому эта вера, это как-то драгоценность, которая внутри нашего сердца. И эта вера, она может находиться только в праведном сердце. И это праведное сердце, оно готово проходить различные испытания в своей жизни, различные проходить искушения, противоставать разным всяким соблазнам, для того, чтобы эта вера, она была испытанная, чтобы сердце наше было очищено, чтобы эта вера, чтобы наше сердце было переплавлено, и чтобы всякие шлаки, они всё время за каждым разом, за каждой проблемой, за каждым искушением шлаков всё меньше и меньше, всё меньше и меньше, и мы становимся чище и чище, драгоценней и драгоценней. Но это Бог не говорит нам, что вот я приму вас тогда и буду слышать ваши молитвы тогда, когда вы будете полностью испытаны, полностью очищены и вот драгоценны. Он нас любит, и мы драгоценны в его глазах с самого начала, с нашими недостатками, с нашими проблемами, с нашим нетерпением, с нашим ропотом и бунтом иногда. Бог от нас не отказывается, правда же? Но почему эти испытания приходят в нашу жизнь? Вот этот ответ, ну вот казалось бы, больше не надо и проповедовать. Зачем о чём-то ещё говорить? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней, драгоценней золота, написано хотя и гибнущего, да, но оно ж не погибает, его плавят в огонь, а оно не погибает, оно просто становится лучше». Вот для этого и мы проходим различные испытания, искушения в своей жизни, чтобы стать лучше, чтобы больше у нас вырабатывалось черт характера Иисуса Христа. Таким образом мы становимся всё больше и больше на Него похожими. Если мы пришли к Богу и пришли мы из каких-то личных корыстных целей, мы пришли, чтобы Бог нам решил какую-то нашу проблему. Ну это эгоизм, ну мы же всегда хорошие, нам не всегда просто признать, что у нас есть эгоизм внутри. И вот когда начинаются разные искушения, разные такие испытания приходят в нашу жизнь, одни люди действительно, одни верующие доверяются Богу, стоят на слове, слушают наставника, молятся к Богу, пребывают в истине, и они действительно удерживаются, они проходят эту ситуацию, они увидели, что эта ситуация их не убила. Потом приходит более-менее покой такой, да, вроде бы не штормит. Через время опять какая-то проблема приходит, но эти люди не знают, что они пройдут и это. Потом придёт ещё проблема, ещё и это пройдём, и это пройдём, всё пройдём. А есть категория людей, которые вот именно с эгоистическими мотивами пришли и придерживаются этих эгоистических мотивов, они убегают из церкви, они бегут от Бога. А куда можно от Бога убежать? Ну, вернее, даже не от Бога. Бежит человек сам от себя. Он думает так, что если он ушёл из церкви, то где-то там как-то оно решится. Но как-то не бывает, вы же знаете, правда? Ну, хорошо, это можем много говорить. Я те местописания, которые мне Бог положил на сердце, ну, вроде бы из одного местописания, а выплыло пять пунктов. И таких, ну, для нас, я думаю, не бесполезных. Мы сейчас поговорим о упрямой и эгоистичной натуре человека. Вы знаете, что в Библии ещё Бог называет таких людей жестоковыйные. Слышали такое слово? Вот первое. Натура человека упряма, эгоистична, человек жестоковыйный. И об этом говорится в Еремии, 17 глава, 9-10 стих. Там говорится, «Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» И вопрос, правда, стоит сразу же. Тут лукаво. Бог уже видел людей со дня сотворения человека из Эдемского сада. Видел лукавство человека. Уже был потоп. Но Бог всё равно видит, что это сердце, оно всё равно остаётся лукавым. Оно всегда стремится к чему-то своему. Ему всегда хочется сделать по-своему. И ответ тут же Бог даёт. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Для чего? Чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Всё абсолютно открыто, всё абсолютно понятно, всё ясно, вроде бы, да, всё ясно. Но почему же мы такие, что нам всегда хочется чего-то своего и чего-то лучшего, чем у нас есть? Деяние, 7 глава, 51 стих, говорит там тоже. Жестоковыйные. Обратите внимание на то, что там стоит восклицательный знак. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Восклицательный знак. И это Бог говорит не к миру, а к церкви. Вы всегда противитесь Духу Святому. Там дальше написано, как и отцы ваши. Вот и отцы так делали, и вы так делаете, и все так делают. Написано, вы всегда противитесь Духу Святому. И Еремея, 6 глава, 10 стих. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слышали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот Слово Господне у них в посмеянии. И оно неприятно им. Я слушала сегодня проповедь, вы знаете, пастора Футулаева. Да, знаете, Футулаева Рустаму. Он прекрасно сказал вещи, что человек противится Богу, противится Слову. Если ты говоришь ему правду, он всегда будет обижаться, сердиться и вообще неизвестно. Но ведет себя нехорошо и неправильно. Эгоистическая. Натура, вот эта жестоковейная натура человека, она всегда против правды. Если не смиряется перед Богом. Если человек понимает, он говорит, он много чего говорил, но в конце он сказал, у вас есть в последнее время хоть кто-нибудь вам сказал, что у вас не так? Кто-нибудь вас обидел в последнее время? Если обидел, то вы счастливый человек. Потому что есть у вас в жизни тот человек, который скажет вам правду. Не то, что вы хотите слышать, а правду. А правда, она болезненна, она неприятна. И не хочется избавляться. Как это? Обо мне так сказали. Я же хорош. Ты посмотри на себя. Понимаете, нам не надо оправдываться. Если нам говорят действительно, что у нас что-то не так, да лучше нам покаяться. Господи, если люди это говорят, значит, это со стороны видно. А если это со стороны видно, то очисти меня от этого. Чтобы не видели это во мне, а чтобы тебя увидели во мне и в моей жизни. Второзаконие 10.16. Тут написано, вот я читала Деяния 7.51, там написано, что люди с необрезанными сердцем и ушами. Это не значит, что уши надо обрезать. Хотя, может быть, говорят, некоторыми надо обрезать. Но Бог милостив, правда? И все остаются с ушами. И сердце вроде бы никто ничем не пронзает. Никаким копьем. Но самое интересное, знаете что? Что сердце необрезанное. Человек не принимает слова, не вникает в это слово, не принимает это обличение. Он не изменяется. Вот и не происходит этого обрезания. Что такое обрезание? Измениться надо. Делал так, а делай по-другому теперь. А уши? Я не хочу услышать то, что вы мне говорите. Я хочу услышать то, что я хочу, и то, что мне нравится. Вот это необрезанное ухо. Я хочу, чтобы мне льстили, и лапшу мне вешали на уши. Спагетти вот такие вот. И мне удобно с этими спагетти. Понимаете? Это проблема. Второзаконие 10, 16. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Слушайте, оказывается, не только в Новом Завете надо, уже пришло понимание всем, что надо обрезать крайнюю плоть сердца. Это говорится вот во Второзаконии. Потому что Бог не смотрит на лицо. А Бог смотрит на сердце. И крайнюю плоть этого сердца надо обрезать. Не поступать по плоти, а поступать по духу. Например. Господи, растяни время. Исход 16, 4. Там стих такой есть. И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Но вы можете прочитать до того и после того. Что произошло? Бог сказал, «Шесть дней собирайте, в шестой день соберите на два дня. Но те шесть дней, которые вы утром выходите, собираете этот хлеб, чтобы вам было пропитание на день, на ночь не оставляйте, потому что на утро будет новый хлеб». Что люди сделали? Они все равно собрали, и все равно ставили на ночь. Что произошло? Черви завелись. Вонять начало, но надо сделать по-своему. Что ты, Бог, там знаешь? А я вот при пасу, тут никто знать не будет. Да никто, может, и не знает, потому что сосед не пойдет проверять, есть ли ты, ты оставил там что-нибудь до утра или не оставил? Мы же все ходим перед Богом. Но вонять все равно будет вонять. Так мало того, что все узнают, ты же в своем доме находиться не сможешь. Но ты же сам себя своим непослушанием наказываешь вдвойне и втройне, потому что ты еще и в бунте против Бога. А Бог бунт всегда наказывает. Ну хорошо, следующее. Бог видит каждое сердце. Бог испытывает каждое сердце. Первая пара Липоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей». Представляете? В Псалме написано, что у нас еще там, мы только там где-то думаем, что сказать, а Бог уже в совершенстве знает, что мы скажем. Бог испытывает все сердца и знает, Он уже знает все движения наших мыслей, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, какие мотивы в наших сердцах, к чему мы стремимся, чем мы дорожим, что у нас приоритетное в жизни, Бог или я лично и мои удовольствия. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, то Он оставит тебя навсегда. Ой, нам так это… Ну, Бог же милостивый. Бог же милостивый. Если ты Его оставишь, то Он тебя оставит. Но так Он тебя просто не оставит. Если тебе трудно в какой-то ситуации, в каком-то обстоятельстве, Бог с тобой. Но если ты начнешь искать свои выходы из этих ситуаций, или вообще махнешь на все, да, пошла эта церковь, гулять вальсом, я знаю и так умный без этой церкви, что тут они мне скажут? Одно и то же, толкут и толкут, толкут и толкут. Да что ж тебе толкут и толкут? А ты в той ступе сидишь, сидишь, а потом не изменяешься, из тебя ничего не выдавили, ты так и убежал со всеми этими. И ты потом говоришь, толкут и толкут. Толкут, так делай что-то с собой. Бог, Он хороший ювелир. Он может и знает, как это сделать. Нам надо просто смириться и позволить Ему это делать. Да, больно. Да, неприятно. Но мы каждый терпим какую-то боль. Кому-то камень какой-то на ногу упал, кому-то наступили на эту ногу, а кто-то споткнулся да упал просто, а кто-то ещё чего-то. У нас всегда есть где-то что-то болит, правда? То душа болит, то нога болит, то спина болит, то ещё что-то болит. Мы постоянно что-то терпим. Но это физическое, это всё такое, оно всё приходящее, уходящее. А духовные вещи — это очень важно, потому что если у нас не будет силы духовной, а праведной, когда он стоит и уповает на Бога и доверяет Богу. И в тех обстоятельствах, когда приходят испытания в нашу жизнь, мы всё равно продолжаем стоять и держаться за нашего Бога, мы получаем силу от Него. Мы же это всё проходим не своей силой. Если мы доверяем Ему, то Он вместо нас это делает. Нам надо просто этот промежуток времени пройти, выстоять, устоять. А Бог всё совершит. Нет, я это сделаю. Своими силами ничего не сделаем. Без Бога написано, что без меня не можете делать ничего. Это надо нам запомнить, что без Него мы не сделаем ничего. Первая параллель поминон, 29 глава, 17 стих, там первая половинка стиха. «Я знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие». Не лукавство, а чистосердечие. И Еремея 12, 3, тоже началась первая половина стиха. «А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце моё, каково оно к Тебе?» Ещё один превосходный вопрос. Почему мы проходим испытания? А потому, что Бог хочет посмотреть на наше сердце. Каково оно к Богу, относительно Бога? И очень часто можно заметить, как человек относится к Богу по его поведению в церкви. Как он относится к своему брату или сестре. Если он относится со страданием и заботой, то, наверное, в этом сердце Бог есть. И к Богу этот человек повёрнут своим сердцем. Но главное, Бог смотрит на нас. Доверяем ли мы Ему? Почитаем ли мы Его? Есть Он наш Бог, Господин? Или же у нас какие-то другие господа и идолы в жизни есть? Кому повинуетесь, тому и рабы. Правильно? Правильно. Следующее. Наблюдай за своим сердцем или исследуйте сердце своё. 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, веря ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Если я истинно христианин, и если во мне истинно живёт Иисус Христос своим Духом, то если я стою в этих искушениях, в другом переводе там написано, то я должна выдержать испытания. Я должна и могу и способна выдержать и пройти это испытание, потому что Христос во мне упование славы. И примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, да? И не только будете свидетелями, но вы будете силой Его всё проходить в своей жизни. И у вас всё будет получаться. Ефесянам 5 глава, 10 стих. Испытывайте, то есть проверяйте, что благоугодно Богу. А новый перевод русский говорит, старайтесь разузнать, что приятно Господу. Не то, что я хочу, а то, что Бог от меня хочет. Потому что у меня очень много планов своих. Чего мне тут делать, вот скажите? Я пойду ещё на одну работу устроюсь. Буду две зарплаты получать. Будет денег у меня сколько. Но эти деньги, они же во благо мне не пойдут. Я, да, буду трудиться, собираться с силами, зарабатывать много денег. И однажды я потеряю свои силы и вообще не смогу на работу пойти. А всё, что заработала, пойдёт прахом. Потому что лечиться он сегодня очень дорого. Если я хочу, чтобы мне было что-то в пользу, то я должна это приобретать и с Господом, и в Господе. Бог обязательно это благословит. 1 Фессалоникийцам 5 глава, 21 стих. «Всё испытывайте, хорошего держитесь». В новом переводе написано. «Но всё проверяйте и держитесь добра». Всего то, что хорошее, что честно, что достохвально, что похвала. О том только мечтайте. Только о том думайте. О хорошем. Держитесь добра. Делайте, будьте богаты на добрые дела. Делайте хорошие вещи. Наблюдайте за своим сердцем. Что в вашем сердце? Есть злоба против кого-то или нет? Обида на кого-то? Пренебрежение к кому-то и ещё чему-то? Получается, что мы пренебрегаем таким образом. Пренебрежительно относимся к Богу. Потому что любящий брата, любящий Бога. Четвёртое. Пусть ваше сердце будет вполне преданно Господу. Вполне преданно. Есть такая интересная история. Когда Соломон закончил строить храм, и он освящал его, молился. Там молитва посвящения была. Это в Третье Царство, Восьмая Глава. Вы можете почитать всю главу. И когда он молился, посвящал храм, там облако сошло, присутствие Божье было сильно. Я одно местописание взяла. 61 стих. Третье Царство, Восьмая Глава, 61 стих. «Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповедь Его. Если сердце вполне преданно Господу, то человек способен ходить по уставам Божьим и соблюдать Божьи заповеди, если в этом сердце есть верность. Есть вера, которая выросла до верности». Второе параллель помилон, 16 глава, 9 стих, первая половина. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Опять же, если вы думаете, что эта трудность пришла для того, чтобы вас уничтожить и раздавить, то Слово Божие говорит об обратном. Бог испытывает наши сердца, смотрит на наши сердца. И если Он находит эту верность, что мы вполне преданы Ему, то написано, что Он будет поддерживать таких людей, чье сердце вполне предано. Он всегда поддерживает. Даже если мы в чем-то ошибаемся. Бог по милости Своей нас выведет, но Он поддерживает тех, кто вполне Ему предан. Пример. Второе параллель помилон, 26 глава, 5 стих. Там, если вы помните, был царь Амасия, и у него потом родился сын Озия. И Озия в 16 лет был помазан на царя. И он 52 года царствовал и очень много хороших дел сделал. Он ходил правильными путями перед Богом. И написано о нем. «И прибегал он, Озия, к Богу во дни Захарии». То есть пророк тогда был такой. «Поучавшего страху Божьего». Смотрите. «И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Если в любой ситуации мы бежим не от Бога, а бежим к Богу, Бог будет нам споспешествовать. Он будет нас поддерживать. Он будет нас подкреплять. Он будет нам помогать. Он будет нас утешать, вдохновлять. Он будет умножать нашу веру. Я уже много раз говорила. Если вы хотите, чтобы вера ваша умножалась, стойте в своих ситуациях до победного конца. И славьте Бога. Следующий пример. Даниила. Вы знаете всю историю Даниила? Как и в рву с львами он был, да? И в печи, как он был. Даниила, 3 глава, 17-18 стих. «Бог наш, которому мы служим, силён спасти нас от печи, раскалённой огнём. И от руки твоей, царь, избавит». И следующее. «Если же не избавит, то есть если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, вот так вот тебе, да будет тебе известно, что твоему идолу я не поклонюсь, тут написано, да? Служить твоим богам не буду. И золотому твоему истукану, который ты поставил, не будем поклоняться. Они были верны, преданы вполне Богу до конца, до смерти. Лучше мы умрём, но твоему истукану не поклонимся. Вот это для нас пример. И последнее. «Бог силён смирить гордое и исполнить обещанное». «Бог силён смирить гордое и исполнить обещанное». Даниила, 4 глава, 34 стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведные, и который силён смирить, ходящий гордо». Это говорит сам Навуходоносор. Если вы помните эту историю, когда он стал животным, Бог забрал у него человеческое сердце, дал ему сердце животного и сказал, «Вот будешь траву кушать, росой будешь небесной поливаться до тех пор, пока я тебя удалю, отделю, изолирую от людей и будешь там как дикарь, пока не откроются твои глаза». И там по истечении определённого времени открываются у него глаза, он Божий, и давай славить, хвалить Бога. Но самое главное, что во сне, когда Данил разгадывал этот сон, там было написано, что дерево большое срубится и птицы выгонятся из тех листьев и животные, которые под ним жили, тоже все разбегутся, все ветви обрубить, всё, короче, уничтожить дерево, но корень оставь. И говорит, что вот это царство забрано у тебя на какое-то время, а потом придёт восстановление. Точно так же и произошло. Как только у него открылись глаза, его там придворные, его нашли, вымыли, побрыли, всё одели, всё для него, всё хорошо, и восстановили его на то же царство, где он был. Бог силён смирить гордого, и это самый последний стих в этой главе, который говорит сам Новохадоносор, потому что он увидел. Если вы почитаете всю эту главу, то он, когда разгадал ему сон, изъяснил ему сон Данил, то прошло ещё 12 месяцев перед тем, как начало это слово исполняться. Он ходил себе, ходил себе во своих дворцах и любовался всем, что у него было. И однажды открываются его уста, он говорит, вот я, это моё величие, всё это сделало, вот это я, вот это я, вот это я. И ещё написаны были слова на его устах, и всё, и тут же с ним всё внезапно произошло и стал животным. А потом, когда открылись глаза, он говорит, он увидел, что это была его гордыня, и что Бог в его гордыне его посрамил, потому что перед этим ему Данил говорил, у тебя есть выход, ты можешь ещё покаяться, и всё, и не будет проблем этих. Но куда там покаяться? Я же такой великий. Помните, там ещё такой был, которого черви съели на месте, да? Следующее, давайте обратим внимание на фараона. Десять казней пришло на Египет, а он всё упорствует, а он всё упорствует, а он думает, что он царь, он же Бог, у него же сан Бога. Что произошло в конце концов? Они были все посрамлены. Фараон смотрел, как погибает всё его войско, колесницы, кони, люди, всё погибло. Бог показал свою славу. Возьмём ещё один пример. Авраам. Он был бездетен, помните? Ему уже было сто лет, и он смотрел на себя человеческими глазами, говорит, «Господи, да ты, наверное, ничего не можешь уже». Он попытался своими силами сделать, приобрёл проблему. И написано, да, эта проблема до сих пор, сколько же земля будет существовать, и эта проблема будет. Римлянам 4 глава, 21 стих, там написано, что Бог силён исполнить обещанное. Бог силён исполнить обещанное. Что и произошло. У него действительно потом родился его наследник. Бог пообещал. Поэтому мы должны знать, что нам Бог пообещал. Мы должны позволить Богу исследовать, испытывать наше сердце. Оно проверяется, верили мы, в истине ли мы. Действительно, как пастор говорит, что я уже боюсь этих людей, которые, «О, пастор, я буду, я пойду, я это, я то». А потом, где-то люди теряются, и жалко как-то. Это, не знаю, странно или не странно, но такая ситуация какая-то неправильная получается. Самое главное, чтобы мы, каждый, держались за Бога. Чтобы наше сердце было открыто для Него. Чтобы мы позволили Ему нас воспитывать. Позволили нас испытывать. Чтобы в тот момент, когда приходит испытание, из нас текла правильная вода. Правильная вода. Не бунт против Бога. Не осуждение кому-то. А молитва за кого-то. И хвала и поклонение Богу. В любом случае, нам нужно держаться за Бога настолько, чтобы оставаться верными Ему до конца. Быть вполне преданными Ему всегда. Позволить Ему испытать наши сердца. И чтобы Он увидел наше содержание. Чтобы это увидели все вокруг. Чтобы все увидели Бога в нашей жизни. В нашем сердце и в жизни. В поступках. Потому что мы призваны являть Христа. Христос пришел явить Отца. И что говорили ученики, ходя с Ним? Покажи нам Отца. И вы столько времени со мной, и вы не видели Отца. А сейчас покажите Христа. Мы носители Христа. Кто такой христианин? Не только носит, но и являет Христа. А как явить Христа, если не проходить эти испытания? Не приобретать правильные черты характера? Не жертвовать собой, не жертвовать своей жизнью, не жертвовать тем, чем ты можешь пожертвовать, послужить кому-то. Где-то смириться, обидели тебя, а ты не обижайся, благословляй. И мы читаем эти слова, но мы иногда этого не делаем. Когда приходит, допустим, обида какая-то, мы тут же пытаемся каким-то образом ответить на эту обиду. Вот и видно, что в нашем сердце. Оно испытанное или нет? Оно не испытанное. Оно не позволяет Богу испытать и очистить, осветить, переплавить, обрезать. Я знаю, что многим не нравится это слово обрезать и переплавить. Я знаю. Ну, не многим, некоторым. Это слово даже раздражает. А если оно уже раздражает, то я читала местописание, что это те люди, которые не принимают слово, оно им не нравится. И это беда. Хорошо. Хорошо, давайте помолимся и будем приступать к молитве. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что мы Твои дети. Благодарны Тебе, Господь, что Ты не оставляешь нас, и Ты всё равно продолжаешь нас испытывать. Ты продолжаешь, Господь, допускать различные ситуации в нашей жизни, и Ты смотришь на нас, каким образом мы будем поступать, как мы будем себя вести, какое решение мы будем принимать. Господи, помоги нам всегда стоять за правду. Помоги нам, Господи, всегда стремиться к добру. Помоги, Господи, быть носителями Твоей любви. Помоги, Господи, всегда искать того, что угодно Тебе, что Тебе нравится, что может Тебя прославить. Бог, помоги нам. Мы так нуждаемся в Тебе, Святый Господь. Мы немощный, Господь, по Своей плоти. Мы персть. Но Ты своим Духом Святым внутри каждого из нас. Твоя сила, она совершает великие чудеса в нашей жизни. И мы благодарны Тебе, Господи, что когда мы стоим и уповаем на Тебя, то та сила, которая внутри нас, она нас ободряет. У нас вырастают крыла, Господь. Вырастают эти крылья для того, чтобы мы парили в вере, парили в Духе. Помоги нам быть всегда Вадимом и Твоим Духом Святым. Помоги всегда стоять на истине и за истину. Не отклоняться ни вправо, ни влево. Обличай нас, если есть в чем обличить. Исправляй нас в том, в чем нас нужно исправить. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты не отказался от нас. Ты никогда не откажешься. Ты сказал, что никогда нас не оставишь и никогда нас не покинешь. Держи каждого из нас за руку крепко, чтобы мы сами не заблудились, не отошли, не отпали от Тебя, от благодати Твоей. Потому что все решает в нашей жизни Твоя благодать. И все совершает Твоя благодать. Помоги, Господь, в правильном положении стоять перед Тобой, чтобы Твоя благодать никогда не отступила от нас. Помоги, Господь, нам. Измени наши сердца, Господи. Не отними от нас своего Духа Святого. Еще больше, Господь, помоги нам утвердиться в Твоей истине. Пустить глубоко корни, чтобы никакие ураганы жизненные, никакие ветры, Господь, никакие бураны, они не могли поколебать нас и поколебать нашу веру, и не могли нас оттолкнуть от Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты слышишь нас, Ты отвечаешь, и Ты держишь в Своей руке каждого из нас. Никто, ничто не похитит нас из Твоей руки, Отец. Мы в Твоей крепкой, любящей руке и самой надежной, самой верной. И мы благодарим Тебя, что Ты никогда нас не выпустишь из своих рук. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем молиться. Иисус Христа.